Звенит у меня будильник, я бегу, я даже не смотрю на него. Третьекласснику Тимура с грустью приходится расставаться с волосами, которые он отрастил за лето. Через неделю в школу. И снова распорядок дня, занятия. Но это обстоятельство не огорчает мальчика, который привык к активному образу жизни. Помимо уроков он ходит на дзюдо, в музыкальную школу и народные танцы. У нас какая-то жизнь такая вот в этом, во всем ключе. Как роботы. Стоим в 5 утра, уезжаем в 5 утра, все, спим в 5 утра. Ну, я не думаю, что это тебя слишком напрягает. Но ты же привык к этому режиму. Конечно. Тимур исключением. Но, как правило, летом родители расслабляют своих детей. Психологи сегодня дали ответ на вопрос, как бороться с детским «не хочу идти в школу». Есть обязательства у тебя перед семьей, государством ходить в школу. Да, можно с этого начинать. Вы зря напрасно так иронизируете, потому что, что касается их прав, они это очень бурно озвучивают, ребятишки. Кстати, врачи не советуют пичкать ребенка витаминами, которые обещают повысить трудоспособность. К тому же, если речь идет об успокаивающих или стимулирующих таблетках, сначала надо проконсультироваться с врачом. Что точно необходимо сделать перед новым учебным годом, так это обратить внимание на здоровье глаз школьника. Проводить время у телефона крайне вредно, уверены офтальмологи. Нужно каждые 40-50 минут делать 15-20-30 минут перерыва в зрительной работе для того, чтобы ребенок отдохнул. Второе – это физическая активность. Как раз ее современным школьникам часто не хватает. В учебном расписании на физкультуру отводится 3 часа в неделю. Врачи считают, этого недостаточно и советуют еще дополнительно 3-4 часа в неделю уделять спорту. И еще, именно сегодня, за неделю до учебы, по мнению психологов, стоит начать укладывать школьника спать на час раньше. Наталье этого делать не придется, ведь даже летом в их семье принято ложиться спать не позднее 10 часов вечера. Ирина Корчегина, Андрей Печеркин. Наши новости. Разберяйте.